Сегодня у нас низкая посадка. Добрый вечер. Я привык. Здесь обычно скулья такие высокие и не всегда понятно зрителям, сидящим в зале, то ли ты стоишь, то ли ты сидишь. То есть такое вот двоякое положение. А сегодня поставили низкий стул. Ну ладно, я ничего не возражаю. Мы начинаем наш концерт. Я задумал свой концерт как лирическое выступление и получилось так, что пока... А вечера здесь планируется где-то за 2-3 месяца вперед. И получилось так, что пока в афишке висела вот моя фамилия, вышел диск афганской антологии, изданный чекинскими ребятами. И мне позвонили с просьбой сделать маленькую презентацию этого диска. И я решил совместить. То есть у нас первая часть будет лирическая. Собственно, мой творческий вечер. Во второй части программы я тоже буду исполнять какие-то вещи. И мои друзья тоже исполнят песни на моей стихе, потому что практически у каждого исполнителя есть что-то есть. Вот. И начну я, наверное, с такого стиха творения. Не рукою, а сердцем бешу, извлекаю забытые звуки, чтобы миру, которым дышу, распахнуть свое сердце и руки. И, как прежде, не в силах моих видеть только лишь ящик Пандоры в древнем мире, где царствует стиха и солируют звездные хоры. Миф пророчествую, тайно вершись, равноденствуйте, слава и слово, как волшебник, в чьих чарах вся жизнь не боюсь. Колдовства я, чужого, плавит судьбы, бесстрастная печь. Вот успеть бы, подумав о многом, из пучины безгласия извлечь слово, ставшее огненным Богом. Не рукой, а сердцем бешу, открываю забытую дверцу, чтобы миру, которым дышу, распахнуть свои руки и сердце. Вот. И такое философское стихотворение, которое я посвятил известному поэту Кириллу Кавальджи. Он издал новую книжку «Мозаика жизни». И чем-то мне показалось мое стихотворение родственным стихотворению Кирилла Владимировича. Буду даже немножко подглядывать. Собираю Бога из богатств, кладезей души, безумств дороги, не боясь невольных святотанств. Прямо в сердце собираю Бога. Собираю Бога из потерь, совпадений, смыслов, слов и чисел, чтобы открыть таинственную дверь, где судьба освоит. Обронила бисер. Собираю Бога из тоски, почему-то в высшему, чем знание, пальцем, обжигающим горшки, время собирать на стола камни. Собираю Бога из любви. Песня называется «Боже, пошли мне равную» или просто «равная» эпиграф из Андрея Войнесенского «Пошли мне Господь второго, такого, как я и он». Тайный мир раненый, в сердце в ряду мечты. Господи, дай мне равную, если всесилен ты, ту, что сыскать непросто мне, а доливая тьму. Брошенным в море острова, взявка жить одному. Брошенным в море острова, взявка жить одному. Пусть на картине женщина ляжет, как светотень, и красотой увенчана ночь превратит мне в тень. Ласковая и славная, свет в очах не счесть, Боже, пошли мне равную, если такая есть. Боже, пошли мне нежную, словно твоя рука, чистую или грешную, лишь бы была тонка. Станом умом и тайною мыслями, а былом, Боже, пошли мне равную, мой, опустелый дом. Боже, пошли мне равную, мой, опустелый дом. Что-то не факт, не с крыльями, и стопорит предел. Но красоту надкрыл бы я, с женщиной полетел. С неба осыпан манною, тихо шепчу веках. Боже, пошли мне равную, Сирия, у Бога и нам. Ласковую и славную, свет в очах не счесть, Боже, пошли мне равную, если такая есть. Боже, пошли мне равную, если такая есть. Спасибо, музыка и стихи мои. Если где-то музыка не моя или стихи не моя, у меня тоже есть такие песни, я буду объявлять. Так, и дальше у нас, что бы я делал без записной книжечки? Сквозь пространство от неба до неба, Сквозь лучистую трепетность рук, То в безумство впадаю, то в небу путешествует тайна и звук. Им неведомы записть и злоба, И смятение в черные дни, И под сводами неба и неба Обручается тайна. Они, вы, дарящие сердце и руку, Ты, невидимый, глазу магнит, Что за сила влечет нас друг к другу, Что за таинство нас единит. Это вечность ликует ночами, Это вспышками дум на лице Божье слово, Что было в начале, ищет слово, Что будет в конце. Сквозь пространство от неба до неба, Сквозь лучистую трепетность рук, То в безумство впадаю, То в небу путешествует тайна и звук. Я так люблю тебя, как любят ангелы, Легко, без поводок и надежно Взгляни на небо, Там так облака белы, Что думать о прошедшем невозможно. Я так тебя люблю, моя душа, Что не могу тобою не дышать, Что не могу тобою не дышать. Я так люблю тебя, как любят странники, Заждавшиеся солнечного света. Картины мне, что рвутся за подрамники, Картины, разломавшие панеты. Я так тебя люблю, моя душа, Что без тебя и жизнь нехороша. Я так люблю тебя, как любят сильные, В страну, где нет надежды на свободу. Я так люблю тебя, как любят сильные, По праву чести, пламени и рода. Я так люблю тебя, моя душа, Что без тебя и жизнь нехороша. И в снежной замятии небесной говори, Дышать мне твоим именем невольно. Дождутся скоро ведь в душах снега весны, И вскрикнем мы от радости невольно. И светом полноводная река Затопит грозовые облака. Я так люблю тебя. Ты душистая белая линия, Три цветка на одном стебельке. Я люблю тебя, нежная, милая, Охраняя твой сон вдалеке. И в мечтаниях мерцающих за полночь, Отрешившись от вечных оков, Я лечу, одурманенный запахом, Звездокрылых твоих лепестков, Сколько пиков и повыслов пройдено, Сколько отдано веры любя. Знаю я, там, где ты, моя Родина, И чужбина, везде без тебя, Там, где пленное сердце покоится, Где жар птиц удержал я в руке, Свято верю в единую Троицу. Три цветка на одном стебельке. А дальше идет колыбельная песня, Колыбельная для любимой. Ты засни, моя бледная кружечка, Пусть уходит без гнаний мир, За слепым, за потевшим окошечка, От себя и от нас отдохни, Пусть приснится тебе моя горлица, Океана любви, глубина, В тихой заводе чистая горлица, Островок безмятежного сна. А за ставними горлица и вещей сам Возлепительный грез березны. И, быть может, тебе примере ищется, Что ты сон наблюдаешь во сне, И покажется, но же, а тебе легка, И увидишь ты в грез бестроте, Край земли, где у самого берега Мы заснули с тобой на воде. И, ища горизонта полоску дым, Вдруг заметишь, защурив глаза, Что поверхность земли здесь не плоская, Что завернута гладь небеса, И полны немоты перед будущим Мы помашем рукой кораблю, И у сна на порог забудешь ты, Как тебя глубоко я люблю. Ты засни, моя пленная кружечка, На вожденье бессоннец трекни, За смешным, за потевшим окошечком От себя и от нас отдохни. Какой пушистый сыпал с неба снег, И засыпал на наших теплых лицах, Казалось, время прервало свой бег, И смогут стрелки вдруг остановиться. А снег летел с небес, как конфетти, Нас укрывая нежной снежной маской, И что-то в нас рвалось произойти, Что нам казалось вечностью и сказкой. По оголенных льдинкам луч, Брошу осяжу я, Куда исчез на штрихе душ, Мой Бог, душа моя, Спрятали тучий сердца луч, Вымерзь, как полынья. Наших улыбок теплый ключ, Мой Бог, душа моя, Наших улыбок теплый ключ, Мой Бог, душа моя, Уже погасли фонари, И тропы им замело, Лишь где-то глубоко внутри Робко живет тепло. Пусть скрыла снега и видна Нежность твоих очаг, Может быть, искорка на дна Снова зажжен очаг, По оголенных льдинкам луч, Брошу осяжу я, Куда исчез на штрихе душ, Мой Бог, душа моя, Спрятали тучий сердца луч, Вымерзь, как полынья. Наших улыбок теплый ключ, Мой Бог, душа моя, Наших улыбок теплый ключ, Мой Бог, душа моя, Первая песня была, которую я написал на готовую уже музыку, Музыка Евгения Славикова, вот, есть у него такой цикл Ноктюрный или музыка из борзовки, и вот написали стихи, то есть у меня как-то легко происходит, я легко пишу музыку, Допустим, кто-то уже выразил мои чувства, или мне просто понравились стихи, И я не пишу свои стихи на эту же тематику, Просто пишу, допустим, песни, наверное, на эти же, или на оборот. Так, и дальше у нас... Вот интересное стихотворение такое, То есть у меня большой цикл военных стихов, А это уже как бы, вот, как говорят, Пятое поколение телевизоров, или там вот одно время говорили, У меня пошло уже такое второе поколение военных стихов, Где про войну практически ни слова нет, Но вместе с тем тематика военная, Потому что здесь стихотворение о том, Как женщины ждут любимых с войны, Верность называется. На перу ты не пей, не лопай, Будь уверен, умерен во всем, Старина, заждалась тебя, Пенелопа у простуженного окна, Пусть дела наших рук достойны, И лик Бога в них отражен, Проверяют на прочность войны, Без присмотра оставленных жен, Не улыбчиво с ними время, Дом оставив их сторожить, Им обещано только время, Ткать, надеяться, ждать и жить, И пусть ел ты пудами соль век, И лишал войну фитилей, Может, ждет тебя дома соль в век У оборванных бурей дверей, Эта верность не нарочита, Эта вечность не так длинна, Ты дождешься ли меня, Кончита у распахнутого окна. Да, ну и по программе еще одно стихотворение, Такое о молчании, Молчи, любимая, молчи, называется. Молчи, любимая, молчи, Созречаем я венчально, И думай, сердце горячи, Омоет музыкой молчание, Твою властительную дрожь Не исчерпает рукоделье, Ты сквозь меня строкой пройдешь, И устремишься в запределье, Не прерывай себя, молчи, В окне моем дымится снежность, Молчи, чтоб чистые ключи Не замутила чья-то нежность, Припроводив чужих послов, Копив себе немую данность, Чтобы отрину вига слов уйти Туда, где несказанность, Доверься ангелу в ночи, И сбросив бремя укоризны, Молчи, любимая, молчи, Ведь речь не о любви, А жизни. Вот, и стихотворение, где тоже не моя музыка, и даже, а, нет, наоборот, я все перепутал, музыка моя, а стихотворение поэта из Клайпеды, это Литва Владимира Таблера, Но можно сказать, часто при работе над песнями не все слова поются, и получается так, что какие-то слова автор вынужден для того, чтобы они пересменять без согласования с автором, но это нормально для авторской песни, песня называется «Для рады». И не было знаменья готов, Поклясся жизнью и свободой, Две рады вдоль небосвода Сплелись 14 цветов, И тут я выдохнув люблю, Иду по лезвиям разутый, Но звездной, А крылён минутой, Тебе свой тихий голос шлют, Люблю тебя, люблю тебя, Легко и больно, Как не шлются, Так словно по небу кочую, Светятся от звёздного ручья, Люблю тебя, люблю тебя, Всем своим сердцем полустёты, Распахнута и распростёта, Не требуя и не губя, Не покорять, как новый свет, Подмял бедой конкистанера, Не сеять семенам раздора, В душе твоей оставить след, И если горечью примет, Судьба отмерит нам расстаться, Хочу в глазах твоих остаться, И верь, печали больше нет, Люблю тебя, люблю тебя, Светло и больно, Как не шлются, Так словно по небу кочую, Светятся от звёздного ручья, Люблю тебя, люблю тебя, Всем своим сердцем полустёрты, Распахнутой, распростёртой, Не требуя и не губя, Мне было знаменье готов, Поклясся жизнью и свободой, Две радуги вдоль небосвода Сплелись в четырнадцать цветов, Спасибо, мы поднимаемся, Чтобы вольнее упасть, И попадаем в цель, Стреляя мимо, Два полюса, Без страсти и страсть, Как высокилы, Как необозримы, От туч, Оттает небо, Хоть на треть и тонет, В ослепительной лазуре Всё время утомительно гореть, Без страсти — это отдых после бури, Но жизни нет, И хочется украсть, Алмаз надежд пьянящий, Выпить запах два полюса, Без страсти и страсть, Покой и зов, Восток и дикий запад, От неизбежности Кружится голова, В виски стучатся каменные мысли, Бывает страсть, Так часто неправа, Но всё же она второе имя жизни. Аплодисменты, 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 Так, и всё. А сейчас самый момент Немножко переключить картинку, Я приглашаю на эту сцену Представительницу прекрасной Половины человечества, Замечательную, Замечательную исполнительницу И автора своих песен, Вообще она поёт на разных языках, И поёт замечательно, И даже знает многие языки, Поскольку преподает иностранные языки. Встречайте, Алина Цветкова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы когда-то очень тесно сотрудничали, И я пела песни Александра, И у меня было в репертуаре, наверное, Песен 15. Вот, потом так как-то Судьба нас развела немножко. И я сейчас выступаю, в общем, В разных жанрах, и с романсами, И с авторскими песнями, и так далее. И так совпало, Что я как раз завтра буду презентовать диск На одной волне с друзьями, В которую вошли и песни Александра. Хотела его пригласить, А вот он меня сюда пригласил. А диск буду представлять В клубе Барт Ретро Помещение ресторана «Золотой дракон» Это Каланчевская, 15. Твое здоровье! Спасибо. Хотела тебе подарить этот диск, Саша. Спасибо тебе за интерес. И я бы сказал, что у Алиночки Есть какой-то нерв, Который, она Зачем это передает нерв моей песни. Вот я не могу так спеть, как она. Но постараюсь. Такая заявка. Ну, собственно, Алиночка. Твои волосы цвета ночи Снах моих оставляют свет. И порою мне странно очень, Что у ночи есть тот же цвет, И не выскажутся на великие книги. Как легко мне сгореть в ночи, Где ролей твоих рейут лики, Где волос твоих спят врачи. Но контрастами грядят ночи, И сам груз, Пинка. И дающий что-то свет поменят, Твои волосы цвета ночи, И лицо твое цвет огня. Так, предчувствуя боль и разлуку, Мотерком прилетев на свет, Дарит сердце твое и руку Свету белу-черный цвет. Твои волосы света ночи В снах моих оставляют свет, И порою мне странно очень, Что у ночи есть тоже свет. Это была песня Александра Карпенко «Твои волосы цвета ночи». Следующий романс «Я за вас» отдала все сокровища мира. Я за вас отдала все сокровища мира, Если были они в загромах у меня, Отчего уж так щебить Между струнами мира, Как корабль считая мгновенья дня. Мгновенья дня, мгновенья дня. Мгновенья дня, мгновенья дня. Мгновенья дня, мгновенья дня. Я за вас отдала все другие дороги, Отчего уж я вас ни о чем не прошу, Я творить вас хочу. И свидетели боги, Как я беру вас в своем сердце нашу, В своем сердце нашу, В своем сердце нашу. Только верьте в меня, Обязательно верьте, Пусть минувшему в нас Отмереть суждено. Если сыщут волхвы На планете бессмерти, Пусть сопутствует, В моем сердце нашу, В моем сердце нашу, В моем сердце нашу. Я за вас создала Все сокровища мира. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И, наконец, Следующая песня «Мой поздний друг» Александр Карпенко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 МИЛИ ЗВУКОВ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спит светотель, мечтали я глубокий, Вот и любовь религия моя, В предстающей и тайно одиноких, Здесь нищих ждут богатства родников. Здесь жгут слова, исчезает мера, Не знаем мы в глубинах тайников, Как родственны подчас любовь и вера. Мой поздний друг, как странно вязать судьбы, Как время шерестит высоких травок, Подрожит вода на хрупких переправах. И вся вселенная, быть может, это мы, Мой поздний друг, как странно вязать судьбы. Арина Цветкова Я в любые, пожалуй, в своих концертах отважился сделать такой вот стих-песня, стих-песня. На самом деле, когда читаешь и поешь, у меня, по крайней мере, заняты разные связки, И мне почему-то сложно это делать. Вот. И вот читая стихи, когда я исполнял, У меня такое ощущение, что мне проще все-таки блоками какими-то делать, Вот. Но все равно вот такой опыт. Как бабочка, летящая на свет, Лечу на звук, что в имени таится, И это чудо снова повторится, Несбыточных чудес на свете нет. И лишь мгновенье тянется и длится, Оно не влага, чтобы испариться, Оно в груди справляет Рождество, И вы, царица, сердце моего. А что любовь? Волшебно, словно имя, Она путями ведает моими. Она и вы, как мало в мире слов, И снова душу лечит вдохновенье, А если в сердце истечет мгновенье, Нам все утраты возместит любовь. И вот осенняя песня, У него много осенних песен и стихов. Вот. Ну вот такая есть классическая вещь. Почему классическая? Потому что стихи написал поэт Серебряного века Михаил Кузьмин, Потом я написал на эти стихи музыку, А потом, когда начал ее исполнять, Выяснилось, что текста не хватает. Ну и по примеру Александра Вертинского, Который дописал за Есенина «До свидания, друг мой, до свидания», Я, в общем, решил дописать за Михаила Кузьмина Еще один куплет. Ну и, в общем, это самое, В стиле Михаила Кузьмина, Так, чтобы сильно не отличалась поэтика. Бабье лето. Протягу паути Золотое бабье лето, И куда я взгляд не кину, В желтый траву все одета, Песня летняя пропета. Я снимаю мандолину И спускаюсь с гору к лиду, И остатки бродят света, Будто чувствуя кончину Лишь твои озера очи, Нежным светом синих ау, И колдуют им, пророчат, Что не вечер желтый траву, Потому так шаловливо Ненароком прозвучали Перепевы, переливы, Блики солнца и печали Протягнула паути Золотое бабье лето, И куда я взгляд не кину, В желтый траву все одета, Песня летняя пропета. Я снимаю мандолину И спускаюсь с гору к лиду, И остатки бродят света, Будто чувствуя кончину протянула. Паутину золотое бабье лето. На просторах искрящейся снежности На просторах искрящейся снежности Над лучистыми снами полей Ты, двойная звезда моей нежности, Ты, жемчужница мысли моей, И дыханье дрожанье губ непонятное Не дает мне растаять в омгле. Ты лучишься объявне объятное В небесах и на бедной земле. Все мы к звездам уйдем, Кем бы ни были, Но не в силах разлуку унять. Где-то там, на земле ли, на небе ли, Я твой лик повстречаю опять. Теперь у нас готовится Саша Мордовин, Но перед Мордовиным я еще Спою две песни, о которых хочется сказать особо. Первая песня объединяет двух классиков Нашей литературы, Арсения Тарковского и Марину Цветаеву. Марина Ивановна написала последнее стихотворение Своей жизни, которое посвящено было Арсению Тарковскому. И когда она ушла из жизни, Тарковский очень сильно переживал По этому поводу. Ему почему-то казалось, Что он мог ее воздержать От этого рокового часа, Но что-то не сделал. То есть у него был комплекс, Как будто он что-то не сделал. Причем он не сразу к нему пришел. Прошла война уже. Тарковский потерял ногу на этой войне. И может быть подумал, Что это ему какое-то наказание За то, что он не удержал Марину Ивановну. И он разразился большим циклом стихотворений. И я как-то, будучи в Белоруссии на отдыхе, Открыл книжку Тарковского. И почему-то возникла такая песня, Которая называется «Жемчужина». Где твоя волна, гремучая, Темный и душный морской прибой? Ты крылатая, звезда падучая, Что наделала ты с собой? Не удержишь и поздно кается, Задыхаясь, идешь ко дну, Так же мчужина опускается В заповедную глубину. Так же мчужина опускается В заповедную глубину, Где смелостью предсмертной ты Все замыслы, да воплотила Свои тетради, да черты, Где кончились твои чернила. Как светилась ты, милости лица, Все раздаливая на пути, Встать бы, крикнуть бы, Воспротивиться, Подхватить бы, да унести, Но не удержишь и поздно кается, Задыхаясь, идешь ко дну, Так же мчужина опускается В заповедную глубину, Так же мчужина опускается В заповедную глубину, Где смелостью предсмертной ты Все замыслы, да воплотила В свои тетради, да черты, Где кончились твои чернила. Не удержишь и поздно кается, Задыхаясь, идешь ко дну, Так же мчужина опускается В заповедную глубину, Так же мчужина опускается В заповедную глубину, Такая драматическая песня, Все равно я считаю, Нужно включать в свои программы Какие-то такие песни, Вот Мушкин говорил глаголом Жги сердца людей, Которые все-таки возвращают нам Наше человеческое, Вот, и мы вспоминаем наших и поэтов, Вот, и не только поэтов, Еще одно знаменитое стихотворение Тарковского Я, свечая, сгорел на перу, Тоже я написал свою музыку. Меркнет зрение, сила моя, Два невзримых алмазных камин, Глохнет слух, полный давнего грома, И дыхание лучшего дома. Я, свечая, сгорел на перу, Соберите мой воск поутру, И подскажет вам эта страница, Как вам плакать, и чем вам гордиться, Как висеть последнюю треть Раздорить и легко умереть, И бальсей из случайного крова Загореться посмертно, как слон. Жестких мышц ослабили узлы, Как на башне седые волы, И не светятся больше ночами, Два крыла у меня за плечами. Я, свечая, сгорел на перу, Соберите мой воск поутру, И подскажет вам эта страница, Как вам плакать, и чем вам гордиться, Как веселье последнюю треть Раздорить и легко умереть, И под сетью случайного крова Загореться посмертно, как слон. А сейчас, спасибо. Так, а что-то... Да, больше ничего. Приглашаю на эту сцену Александра Мордовина, Известного барда, Вот моего друга, прежде всего, Который всегда откликается на Просьбы выстрелить. Продолжение следует... Продолжение следует... Раз... 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 Одну мысль... Ну, как мне кажется, мысль... Я не сожалею, что не стал современником Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Что не принимал участия в Кавказской войне И не одной девятнадцатого века. Я счастлив, что я современник ваш, Что я современник прекрасного поэта. Не хочу срываться публично на более высокие эпитеты. Я говорю об Александре Карпенко, По своему личному отношению к его поэзии. Я этим счастлив. У нас будет второе отделение. Я счастлив тем, что с помощью своих друзей, Вот по рекомендации Михаила Михаилова, Замечательного члена Союза писателей Российской Федерации, Принял участие в той антологии, Которая сегодня будет презентоваться. Вообще, я не только уже опытный человек в жизни, Как я так считаю, Но я счастливый. И основой этому является то, Что у нас есть совместное произведение С Александром Карпенко. Я, кстати, Александра Карпенко считаю для себя Одним из своих учителей. У меня проще получается с музыкой, Вот со стихосложением бывают проблемы. Но мне Саша сказал, обращайся. Я обращаюсь, он мне помогает. Коррективует, рекомендует. Причем все это доброжелательно, без назиданий. А следовательно, полезно. Спасибо тебе, Саша, за это. Когда в душе улягутся все грозы, Когда погаснут сумерки страстей. Мадам печаль осушит мои слезы И станет мне отрадней и светлей. Мадам печаль мне ангелом завещана, Мадам печаль небесная жена. Мадам печаль единственная женщина, В которой, как прежде, мне верна. Она мне вновь назначила свидание И ждет в саду на ветку опершись. Лишь ей одной доступно понимание, Она в миру звалась когда-то жизнь. Я так люблю себе ваши косы, И пусть за них полцарства не отдам. Мадам печаль осушит мои слезы, И я скажу спасибо вам, мадам. Благодарю, что ангелам завещаны, Спасибо вам, небесная жена. Благодарю, единственная женщина, За то, что ты, как прежде, мне верна. Когда в душе влягутся все громы, Когда погаснут сумерки страстей, Мадам печаль осушит наши слезы, И станет нам от ранней и светлей. Браво. Браво. Дорогие друзья, спасибо вам за такую поддержку. Если несколько раз послушать слова этой песни, Действительно, вы ощутите, что вы счастливы в своей печали. Спасибо. Еще одна мудрая песня, которая достаточно быстро сложилась, Это уже было более 20 лет назад. Я еще тогда имел счастье проживать в городе Ярославле, Но мы встречались уже на квартире у Александра Карпенко. Это было недалеко от Павелецкого вокзала. Была такая метка, некая была метка Определенных поэтов, творцов. Искренняя метка. Спасибо за то, что это было. И там сложилась эта песня на мудрые стихи Александра Карпенко. Я счастлив, что именно мы с ним это переложили на музыку. Вода прозрачная в доме Крутую выбрала дорогу, До помутнения довели Ее плотины и пороги. И вот в ненаслый час как-то Все в мире стало ей не мило, Набравшись мужества вода, Разбиться в трепезги решила. Вода стремительно бежала Куда-то в клуб, запрятав страх От жизни той, что распластала ее В разбойных берегах. Внизу предательски подкрался На шум воды глубокий рот И долгим эхом отзывался Ее предсмертный гул и рев. А люди все твердили влаг О, это дивный водопад! А люди все твердили в ряд Какой чудесный водопад! Вода прозрачная вдали Крутую выбрала дорогу, До помутнения довели Ее плоти, Ее плотины и пороги, Ее плотины и пороги! А люди все твердили влаг О, это дивный водопад! А люди все твердили в ряд Какой чудесный водопад! О, это дивный водопад! Конечно, всегда с чего-то что-то начинается, и потом вот что-то превращается. Дай Бог, чтобы люди радовались тому превращению. Все, замолкаю. Хочется говорить и говорить, Потому что это мудрость Александра Карпенко. Решите аплодисменты Александру Карпенку. Замечательно вам. Приснился зон, как на ладонь мою, Снежинки твоих рук ложатся. Скажи, любимая, в каком краю Смогу тебя я навсегда дождаться И лаской пламя в сердце потушить. Но это трудно не сгореть, А ждать и жить. Ждать и жить, бросив жизнь Свою воробь надежды. Ждать и жить, ставь сильней И богаче, чем прежде. Ждать и жить, невзирая на воли потери. Ждать и жить, сомневаясь, И все-таки верить. И не спасет в метели Ни сон, ни хмель. И не согреют крылья Синие птицы. Открой мне край за три девять земель, Где ты смогла бы стать моей царицей. И все, что нам болело, разрешить. Но это трудно не сгореть, А ждать и жить. Ждать и жить, бросив жизнь Свою воробь надежды. Ждать и жить, ставь сильней И богаче, чем прежде. Ждать и жить, невзирая на воли потери. Ждать и жить, сомневаться и все-таки верить. Проходит ночь и тает в свете дня Мой вечный диалог с судьбою Лишь верность быстро крылую храня Смогу остаться я самим собою И все, что нам болело, разрешить. Пусть это трудно не сгореть, А ждать и жить. Вместе. Ждать и жить, бросить жизнь Свою воробь надежды. Ждать и жить, ставь сильней И богаче, чем прежде. Будем жить, невзирая на воли потери. Будем жить, сомневаться и все-таки верить. Сомневаться и все-таки верить. Спасибо большое. Александр Маркоев. С вами был Александр Копенко И примерный изворщик своих грехов Ваш личный Александр Мордовин. Спасибо. Браво. А теперь объявляю перерыв 15-20 минут И потом презентация антологии Ведущий Дмитрий Еремин. Дмитрий. Дмитрий Еремин. Вместе. Вот. Ну и я тоже буду Своим ведущим. Так что никуда не ухожу. Вооб Own 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 diary Own 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 Own